здравствуйте уважаемые слушатели продолжаем разбирать возможности программы real time landscaping architect и сегодня мы обратим внимание на еще один значок который появился у нас после установки программы о нем уже вкратце говорили самом начале фото идея real time landscaping архитект 2013 года что же это за такой значок какие возможности он дает двойным кликом мы запускаем программу и давайте откроем новый проект открываем новый проект программа дает нам возможность поработать именно над растровыми изображениями над фотографиями чтобы быстро набросать какой-то эскиз создать видимость присутствия эффект присутствия на конкретном участке итак переходим на вкладку инструменты инструменты tools picture import wizard нас приветствует этот меню проводника которое позволяет импортировать картинки здесь мы должны выбрать чем будет являться наш объект задним фоном в данном случае и выбираем допустим проектировать мы будем целый парк ну вернее кусочек парка но масштабы вы понимаете следующая следующая и закончить так программа говорит что будет изменена рабочая среда за счет того что наше фото имеет не стандартное разрешение именно вот такого формата уже то есть более вытянутая то есть вот такую картинку мы с вами можем наблюдать идут работы строится парк неважно что там случилось или не случилось но необходимо донести идею что именно мы допустим сможем спроектировать здесь комфортно и хорошо и нам необходимо это показать причем сделать это быстро какие же возможности у нас до этого имеются все те же самые практически вкладки немного измененные и так сказать с обрезанным функционалом но принцип действия такой же начнем конечно же с региона и так выберем регион и мы видим газон до примерно мы уже знаем где у нас здесь будет в этом проекте газон принцип действия такой же щелчок мыши левой и мы обводим те контуры где у нас предполагается газон сразу же левым кликом изменим угол чтобы он был более плавный чем больше точек мы будем наносить тем более плавнее будет угол то есть вот так по контуру планируемой дорожки у нас будет проходить газон и так мы работаем с регионом поэтому нам необходимо полностью весь регион закрыть сменим угол здесь уже у нас острое распрямление приближение и отдаление картинки происходит за счет колесико мыши перемещаться по области рабочей фотографии мы можем стрелочками вот так подводим опять до самого конца ставим точки границы нашего региона и вот получаем такой газон но выглядит ну не очень да поэтому для данной картинки для данного масштаба мы увеличим размер самого газона видите изменилась фактура чуть-чуть может быть поменьше ну и выглядит все равно как картинка наложенная на картинку ничего примечательного нет для этого есть такая вкладка перспектива здесь мы уже можем полноценно работать с перспективой смотрим на газон на то как растет трава относительно всего окружения и задаем тот угол самой фактуре который нам необходим даже до 99 до 100 дошли вот так уходит в дальнюю много ставим примерно опять же все уже здесь зависит от нашей картинки и примерно мы должны сами ориентироваться какой угол наклона задать 79 будет вполне достаточно вот так появился первый газон мы видим уже какие-то бордюры которые также необходимо будет обозначить на нашем проекте мы можем это сделать прямо сейчас пока они у нас видны и не закрывать их сразу какими-то регионами бордюр начнем допустим отсюда таким же образом он будет нас огибать контур газона именно ограничивая эту зону бордюр замыкать необходимости нет поэтому правый клик мыши и появляется вот такой бордюр но больше это похоже конечно на подпорную стенку чтобы как-то исправить положение мы уменьшим его высоту в данном случае высота 6 единиц опускаем где-то примерно до 2 или даже до 1 давайте пожалуй до 2 но изменим сразу материал материал будет у нас соответствующий окружение с какой-то бетон таким образом у нас появляется бордюр слишком большой поэтому можем изменить размер такой бордюрчик и то же самое можем проделать с остальным контурным контуром бордюра спускаем здесь 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 вот таким образом и появляется вновь наш бордюр изменим размер сделаем примерно такой же как и предыдущий ну где то вот так чуть чуть может быть побольше и здесь уже высота не даст нам таких больших возможностей а именно не даст придать тот вида ведь она изменяется полностью и никакой перспективы в принципе нет поэтому переходим на фула на вкладку edit points изменить точки и давайте попробуем это сделать есть эти точки переднего вида мы оставим размере таком же как и предыдущий наш бордюр но вот эти точки уже должны уменьшаться поэтому выделяем одну скажем вот здесь примерно да действительно я сейчас хочу посмотреть поэтому жестко сказать с какой точки начинать еще пока что нельзя зажимаем shift и продолжаем набор точек выделяем их также левым кликом вот они все красными подсвечиваются и и теперь уже только у выбранных точек мы можем изменить высоту то есть уменьшаем ее до 1 все один это тот предел то есть вот так изменили посмотрим что же получилось все равно довольно большой да довольно широко смотрится вдалеке то есть поэтому изменим немножко угол и ширину и и добавим перспективы таким образом что-то более-менее похоже не бросающиеся сильно глаза точно так же выделяем следующий опять берем бордюр то есть здесь он будет уходить вот так уменьшаем размер еще чуть-чуть вот так перспектива и также нам необходимо будет изменить его высоту допускаем да открепляем и смотрим что же у нас получилось вот примерно так мы обрисовали бордюры продолжим регионы работать по регионам и еще газон здесь под самый бордюр будет уходить у нас газон левый клик таким образом появился у нас еще один газон также увеличим немножко размер и добавим перспектива вот уже две области у нас имеют более-менее такой приятный вид осталось нам проработать вот здесь скажем здесь газон будет идти вот отсюда ну и отлично в принципе этот кусочек мы чем-то можем даже впоследствии и спрятать таким образом мы построили регионы не забудем про увеличить размер газона примерно опять на глазок и задать ему перспективу так мы положили на все 100 более-менее далее дорожка как же нам поступить с дорожкой потому что инструмента мы здесь не найдем с вами да то есть стандартный набор файл создать добавить настройки вид инструменты именно предназначены для импорта того или иного изображения ну и вкладка помощи но у нас есть все та же вкладка регион так же регионом мы и будем строить наши дорожки основная задача программы конечно показать примерно это не какой-то строительный документ будет который поможет это эскизный вариант возможно даже концептуальный поэтому здесь допустимы какие-то неточности но опять же неряшливости лучше избегать давайте и доведем до конца да мы помним что нам необходимо регион завершить закрыть таким образом соединяем и вот у нас появился еще один газон на месте где должна быть наша дорожка выбираем дорожку левый клик и смотрим что мы можем мы можем кирпич использовать дорожное покрытие асфальт бетон дерево все то же самое что и давала нам полностью программа реал тайм то есть какие-то цветочные покрытия мульчирование патио вот именно давайте положим плитку и плитку именно кладки широко применяемой в градостроительстве сейчас вот так она легла опять картинка на картинке все одинаково то же самое ползунок перспективы перетаскиваем укладываем то же самое мы можем с размером играть как нам угодно таким образом у нас уже появилась дорожка с помощью той же вкладки регион что еще мы можем здесь сделать конечно же растения что мы можем без растений практически ничего выбираем деревья давайте посмотрим что там такое универсальное какой-то возможно сделаем акцент яркий то есть где-то вот здесь мы предложим сделать яркое такое растительное пятно ну соответственно сразу давать такую высоту мы ему не будем уменьшим его также берем левым кликом захватываем перетаскиваем и уменьшаем его размер вот так на другую сторону растения то есть вот сюда уже выбрали его можем поставить пока что и перейти левым кликом на само растение и найти что нам нужно допустим нам нужна ель как выполнять поиск программы мы видим название простонародье так сказать и ботаническое название конечно же программа будет работать с ботанической латынью но все равно опасаться как бы этого не стоит бояться тоже здесь нечего очень просто набираем допустим нам нужна ель пицца и нажимаем поиск и программа выдает все ели которые у нее есть в базе будем использовать пицца пунгенс да колючая голубая вот она появилась уменьшим ее немножко и где-то здесь она будет контрастировать с нашим лиственным листопадным кленом посадили ель продолжаем посадки в нашем парке нужны какие-то обрамления возможно и клумбы давайте создадим клумбу и пусть это будет допустим какой-то кусочек выходящий то есть не вся она а какой-то кусочек возможный от элемента узора который будет выходить так за границы то есть нашей видимости выберем покрытие для клумбы будем использовать что-то допустим вот такое увеличим размер зададим перспективу примерно видно видно понятно но не очень поэтому сделаем ее более живой выберем растения выберем кустарники допустим я хочу использовать здесь кустарники и хочу использовать опять воспользуюсь поиском search левый клик и на место пиццы я уже пишу спире найти вот все спире спире японское я думаю будет уместно таким образом я ее уменьшу и control c control v вставлю еще одну рядышком возможно как-то поверну могу повернуть горизонтально вертикально перевернуть то есть вот горизонтально отразим control c control v еще спире уже уменьшу ее в размере control c control v и таким образом закрою по возможности по центру control c control v еще поставим control c control v еще поставим спире спире примерно примерно вот так я буду показывать клумбу и конечно же обрамление чуть чуть меньше то есть уже использую программу как какой-то фото редактор здесь мало что позволяет мне сыграть и автоматически отразить вертикально горизонтально что-то использовать для организации среды какие-то подсказки возможно поэтому я могу пользовать только графические возможности программы чтобы показать какие-то задумки или тот вид который даже получит объект если на нем будет использован именно мой проект вот так элемент клумбы мы создали далее значит нам необходимо что-то здесь по периметру проводить дорожку то же самое выбираем растение и что-то вдоль дорожек будем создавать также кустарники опять воспользуюсь поиском у меня уже есть спире и я буду наверное с помощью спире и уменьшая эту дорожку как-то обустраивать control c control v поставлю здесь здесь control c control v вот такой проход в парке ну так как парк все-таки давайте еще тогда растения опять та же самая процедура растения и здесь какие-то клены клены более уже в таком виде в каком они в принципе простоят ближайшие лет пять если мы их посадим то есть такие колоновидные здесь скажем один и несколько сюда поменьше он будет подальше и еще сюда один ну и здесь напрашивается также поставить клен вот такой простой получился элемент парк строительства итак посмотрим что же дает следующая вкладка картинка мы видим да домашнее животное собака выбираем и набор тех картинок которые мы можем непосредственно вставлять в наш объект кроме того да можем сами экспортировать их туда вводить это делается то же самое как в программе давайте все-таки посетителей в парк добавим примерно это будет вот так пропорционально если в размере вот так люди прогуливаются по парку что еще аксессуары аксессуары уже имеют возможность то есть в 3d моделирование поворачиваться оборачиваться так как нам будет удобно давайте добавим какой-то проход допустим это будет вот такая вот такая арка и мы ее где-то вот проходе поставим во-первых уменьшим захватываю и уменьшаю вот здесь в этом месте будет у нас первая арка и здесь уже нам потребуется ее поворачивать по осям x y и z соответственно ось y у нас будет отвечать за поворот в плоскости таким образом я ее повернул примеряю достаточно ли мне этого слишком большая чуть-чуть поменьше опять опускаю таким образом она видна но она видите перегораживает весь вид то есть как-то на людей попало и в то же время на бордюр поэтому выделяю персонажей наших и использую вот эти две вкладки поместить вперед фронт и отстранить назад для наших людей я буду использовать вперед и вот так они оказались впереди этой арки готово кроме того есть вкладка подпорная стена и ее использовать мы уже можем так как нам будет удобно но в данном случае мы будем использовать ее как забор да причем глухой наверное кирпичный и так давайте проведем контур будущего забора вот так в линии с горизонтом он будет проходить левый клик ставим точку правый клик завершаем наше строительство вот такой забор у нас появился материал стены здесь уже мы вольны подобрать что-то ну давайте использовать все-таки какую-то кирпичную вкладку уменьшим размер еще наверное вот так угол менять не будем это позволяет поменять угол опять же кладки оставим его как есть уменьшим ширину добавлять перспективы смысла нет потому что смотрит на нас забор фронтально вот немножечко убрать высоту не помешает то есть уберем примерно до значения 14 кроме того мы можем убрать верхнее верхнее обрамление отключить его да левый клик и убрали галочку все оно пропало материал уменьшили ну и то же самое мы видим что у нас перекрывает этот забор все объекты и его мы выделив можем переместить назад с помощью этой вкладки левый клик и вот таким образом у нас впереди оказались наше растение а на заднем фоне стена ну и опять же стена видим что немного как-то ограждает путь не создает впечатление отстраненности поэтому edit points давайте изменим точки shift зажимаем и набираем те точки высоту которых мы хотим изменить вот три я выбрал они красным подсвечены открываем вкладку options и изменяем высоту до скажем 11 набираю еще две точки зажимаю shift две сразу выделил и до десяти скажем так отжимаю points смотрю что у меня получилось все равно крупновато смотрится поэтому материал я уменьшу еще в размере вот так примерно эта стена будет выглядеть свет опять же расставляем фонари те которые нам нужны нам по дизайну здесь что-то такое светлое поэтому давайте поищем ну такой интересный фонарик вот здесь допустим он будет более-менее уместен подсвечивать и дорожку из пире большой довольно по размеру один здесь поставим ctrl c ctrl v поставим этот сюда и с фонарями мы уже спокойно можем вращать их поворачивать то есть именно в ту сторону захватывая вот левым левой кнопкой мыши я захватываю поворачиваю как мне будет удобно мы можем изменять их материал то есть цвет материал лампы материал именно фонаря что-то такое давайте светлое сделаем окей вот видите фонарь поменялся и стал белым чем еще примечательна данная функция и функция программе видите вкладка ночь появилась такая такой месяц то есть ее нажав мы можем посмотреть как это будет все подсвечиваться в ночное время еще фонарей допустим пусть это будут фонари именно подсветки на дорожке выполнять функцию то есть где-то здесь допустим будет падать свет от фонаря от большого уличного ctrl c ctrl v и также здесь зона будет освещена светом от такого фонаря и на дальнем плане мы также сможем разместить опять же видите если я вращаю по оси x я могу фонарь непосредственно показать то есть допустим он будет где-то вот здесь в дорожке еще раз повернув вот здесь из дорожки где-то будет выходить фонарик включим снова день то есть вот так программа позволила довольно быстро за какие-то минуты сделать эскизный проект концептуального предложения по строящейся площадке файл сохранить также во-первых это файл проекта сохраняется допустим файл 1 это будет сохранить вот такая картинка у нас получилась в целом опять же используя возможности программы вы вольны сами подстраиваться под тот ритм работы и стиль работы то есть с объектами который вам будет наиболее удобен ну на сегодня на этом все я с вами прощаюсь всего доброго до свидания до свидания